Доброго дня! Рада всех вас приветствовать! Меня зовут Аборнова Чинара. Я веду свой блог в инстаграме под названием «Паста Яна» и являюсь автором собственного курса по приготовлению итальянской пасты в домашних условиях. Сегодня я хочу с вами поделиться весьма необычным рецептом приготовления закуски к новогоднему столу. Уверена, вы сможете удивить своих родных и близких. Рецепт специально подготовлен для сайта телепрограммы.про. Вместе с вами приготовим пасту в форме бантики, а еще похожи на формию на форме куба. Итак, друзья, давайте начнем с теста. Для создания нашей домашней итальянской пасты нам понадобятся два типа муки. Это мука мягких сортов пшеницы, сорта экстра или высшего сорта. И мука твердых сортов пшеницы, дурум. Видите, она по виду похожа на манку. Далее нам понадобятся два яйца комнатной температуры и оливковое масло экстра вирджин. Вот тут написано. Итак, давайте начнем. Нужно будет по 100 грамм муки каждого вида смешать в общей миске. Немножко мы перемешаем между собой два типа муки. Сделаем небольшое углубление. Возьмем 2 яйца, разобьем. Так, 2 яйца. И добавим 1 чайную ложку оливкового масла экстра вирджин. Так, столечка. Берем с помощью вилки. Сначала смешиваем все жидкие ингредиенты между собой и потихонечку-потихонечку смешиваем с мукой. Делаем это круговыми движениями. И мешаем до тех пор, пока у нас не образуется такая вот комочкообразная консистенция теста. Когда уже нам станет трудно мешать вилкой, мы перейдем на ручной замес. Так, смотрите, видите, тесто превратилось в такой комочек. Далее. И на столе продолжим месить тесто. Так, все собираем, замешиваем крутое тесто. Вот этой стороной руки надавливаем на тесто. И таким образом хорошенько-хорошенько замешиваем. Примерно в течение 10 минут. При необходимости можно посыпать мукой, если вы чувствуете, что тесто липнет к рукам. И так, формируем такой вот комочек-колобочек. И заворачиваем в пищевую пленку. Очень плотно. И оставляем на полчаса при комнатной температуре. Пока отдыхает тесто, нужно подготовить листья базилика, промыть их и немножко подсушить. Вот таким образом. А также нам понадобится такой томатный соус с овощами неаполитана. Откроем баночку и переложим в такую вот емкость. Таким образом. Обжаренные митболы из говядины перекладываем в миску и оставляем их остывать. Прошло полчаса. Можно заняться тестом. Тесто стало намного мягче. Мы отрезаем кусочек, а половинку обязательно заворачиваем обратно в пленку, чтобы тесто не высыпало. Прошло полчаса. далее нам понадобится водичка и кисточка но если у вас нет кисточки можно просто пальчик обмакивать середину теста и мы сейчас будем создавать фарфали складываем тесто пополам видите далее вот эти крылышки сгибаем в другую сторону вот таким образом у нас получается фарфали это такая фигурная паста давайте еще раз покажу и Музыка Также я подготовила томатный соус с овощами. Можно таким образом макать и кушать. Получается очень вкусно. Музыка 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 Музыка